Меня зовут Ульяна Куприна, я аналитик компании Кадерлайн. И сегодня мы с вами рассмотрим самые частые ошибки по начислению выплаты зарплаты расчетов сотрудниками, которые я встречаю в своей деятельности, так скажем. То есть я часто консультирую клиентов по вопросам начисления зарплаты в программах 1С. Я в своей работе часто сталкиваюсь с ошибками, которые вроде как они такие простые и на поверхности, но тем не менее они встречаются достаточно часто. Вот я их собрала и сегодня вам расскажу такие самые часто встречающиеся ошибки. По времени это будет примерно час, примерно час. И в конце я поотвечаю на ваши вопросы. Если будут в ходе лекции какие-то вопросы возникать, то пишите их в чат, либо в конце уже. Рассмотрим сегодня, в основном, конечно, будем рассматривать программу 1С ЗУП 8.3. И немного рассмотрим программу 1С ERP. Там тоже есть зарплатный блок. Ну и вопросы, в принципе, можно по всем программам задавать, в которых вы работаете. Что в основном такие самые ошибки встречаются именно в программе 1С ЗУП 8.3.3. Начнем сначала, да, какие могут быть, встречаться ошибки. Изначально в программе зарплаты управления персоналом, да, мы начинаем, когда работал, чаще всего встречаются ошибки при вводе начальных остатков. То есть часто вижу такую ошибку, что вводят приказы о приеме на работу. Да, то есть мы начинаем, переходим в эту программу, например, там, из... Раньше велся учет в программе 1С Бухгалтерии или в какой-то другой программе, или вообще в Excel такой тоже бывает. Но потом решили перейти в программу зарплаты управления персоналом. Соответственно, на первое число месяца обычно это январь. У нас уже есть сотрудники, у нас уже есть начисления для этих сотрудников. Есть остатки невыплаченной зарплаты, кто-то может быть в декрете. Соответственно, нам нужно эти данные внести в ввод начальных остатков, как говорится. И очень часто я вижу такую ошибку, что вводят просто приемы на работу. Например, мы начинаем учет в программе зарплаты управления персоналом вести с 1 января 2020 года. Вводят приказы там от, не знаю, 1 января 2019 года. И всех сотрудников вот так заводят приказами, приемами на работу именно. Соответственно, потом возникают ошибки при начислении зарплаты в дальнейшем. Как правильно вводить начальные остатки в программе 1С ЗУП? В разделе «Главное» у нас есть гиперссылка на раздел «Данные на начало эксплуатации». То есть именно в этом разделе мы вводим все начальные остатки. Здесь мы можем ввести начальную штатную расстановку. Этот документ позволяет нам не вводить огромное количество приказов о приеме на работу, а вот так списком ввести всех сотрудников. То есть мы здесь заполняем сотрудника вид его занятости, дата приема. Например, у нас там 1.07.2018 года принят этот сотрудник. Мы с января 2021 начинаем учет ввести. Вводим его данные по зарплате и вводим данные по остатку отпуска. Остатку неиспользованного отпуска. Тоже вводится в этом же документе. Все начальные данные по сотруднику, по его отпускам, окладу, по начислению авансов, все это вводится в этом документе. Здесь мы заполняем, за какой период у него отпуск не отгуленный остался. Допустим, вот за 2020 год у него там 14 дней отпуска не отгуленного осталось. Все, ввели, провели документ. Таким образом у нас введен начальная штатная расстановка по этому сотруднику. Остатки невыплаченной зарплаты. Например, если мы с января начинаем вести учет, часто мы в январе выплачиваем зарплату за декабрь. Соответственно, мы создаем документ начальная задолженность по зарплате и вводим здесь у нас месяц будет, допустим, декабрь, да, и добавляем по каким сотрудникам и какую сумму мы должны на 1 января 2021 года. Потом на основании этого документа мы уже можем ввести ведомость на выплату и, соответственно, выплатить зарплату. Таким образом у нас не будет, то есть у нас не будет ошибок по выплате, потому что начислений у нас не было, да, на 1 января, если мы начинаем вести учет, у нас до этого никаких начислений не было. Мы вводим остатки по те, которые мы должны. Если же сотрудник должен нам, то есть бывает такое, что переплатили сотруднику или что-то еще, то здесь мы вводим эту цифру с минусом. То есть вот так, да, то есть мы... И таким образом у нас фиксируется задолженность сотрудника перед организацией. Ну, бывает такое, что переплата или что-то еще. Дальше. Также начальные, начальными здесь же в этом же разделе мы вводим документ периоды, оплаченные до начала эксплуатации. А этот документ используется, если мы оплатили уже кому-то отпуск. Например, человек ушел в отпуск, переходящий с декабря на январь. Вот эти данные, эти сведения мы вводим вот этим документом. Периоды, оплаченные до начала эксплуатации. Таким образом, вот эти три документа позволяют ввести достаточно полную информацию об остатках кадровой расстановки сотрудников на начало ведения учета. Единственное исключение – это декретницы. Если сотрудник у нас находится в отпуске по уходу за ребенком, то эти сведения мы вносим как раз приказом об отпуске по уходу за ребенком в разделе кадры, отпуска, отпуска по уходу и возврата из отпуска. То есть заносим сюда. И вот этот документ как раз заносится датой начала отпуска. То есть если мы с 1 января начинаем учет, а сотрудник у нас 1 августа предыдущего года ушел в отпуск по уходу за ребенком, то мы должны ввести документ 1 августа. Ошибки при этом не будет, все правильно. Это то, что касается начальных остатков. Дальше у нас идет прием сотрудников. Какие здесь встречаются ошибки? Когда принимают сотрудника на неполную ставку. Часто такое бывает, что сотрудники принимаются на неполную ставку. В этом случае вводится документ прием на работу и ставится сотруднику просто количество ставок. Допустим, выбирается в документе в приказе, выбирается неполная ставка, там полставки или произвольное количество и все. Здесь еще важный момент. Вот этот раздел график работы. То есть очень важно заполнить график работы. Обычно по умолчанию подставляется какой-то общий график работы, который задан на стройках организации. Соответственно, здесь вот у меня, например, по умолчанию подставляется пятидневка. Это стандартная пятидневка, восьмичасовой рабочий день. Соответственно, мне нужно, у меня сотрудник будет работать, если 4 часа, то я должна ему соответствующий график задать уже в приказе о приеме на работу. И вот в заполнении графика на неполный рабочий день тоже встречаются ошибки. Например, вот такой график. Вот у меня здесь введено несколько графиков работы. И вот есть, например, вот такой график. Неполный день. То есть он... Мы когда заполняем, вводим в программу новый график, мы нажимаем «Изменить свойства графика» и здесь выбираем, что это неполное рабочее время. В этом случае у нас появляется возможность отредактировать количество часов каждый день. И мы редактируем. То есть у нас человек работает там 4 часа каждый день. Ну, здесь мы задаем то количество времени, которое он работает. И часто встречается такая ошибка, что не ставится вот эта галочка «Считать норму по другому графику». Но здесь вот рекомендуется и программой 1С... Ну, как настройками, да, программой 1С рекомендуется ставить галочку «Считать норму по другому графику» и выбрать тот график работы, по которому мы хотим считать норму рабочих дней для этого сотрудника. То есть это может быть пятидневка по полному рабочему дню или шестидневка. То есть если у нас есть по трудовому кодексу, да, 40-часовая рабочая неделя или там другие варианты работы сотрудников. Вот. То есть выбираем за основу, за основу тот график работы, в котором задано полное рабочее время при... Ну, если наш сотрудник работает в пятидневку, но не полный рабочий день, то мы должны считать норму по графику работы пятидневка для полного рабочего дня. Соответственно, здесь нам нужно выбрать этот график, поставить обязательно такую галочку. И заполняем этот график. Он у нас автоматически рассчитывается, автоматически нормы все подтягиваются. После этого мы его можем выбрать в приказе о приеме на работу. И это нужно сделать обязательно. То есть если мы принимаем сотрудника на неполный рабочий день, неважно, основное это место работы или внешнее совместительство, или внутреннее совместительство, то очень важно в этом случае заполнить вот эти две, ну, две графы, да. То есть ставка неполная и график работы. Встречаются еще ошибки, когда график работы заполняют, а ставку ставят полная ставка. В этом случае, если что-то вот из этого не заполнено, то сотруднику будет рассчитываться неправильно зарплата за месяц, и бухгалтер часто не понимает, почему так происходит. Так, следующий момент. Еще вот тоже, да, момент по неполному рабочему дню и вообще моменты по настройкам. Часто бывает такое, что настраивают программу, делают первичную настройку программы, и какие-то галочки, которые не нужны при первичной настройке, не проставляют, а потом не знают, как сделать то или иное действие. И в случае с неполным рабочим днем у нас должна стоять настройка соответствующая, которая находится в разделе «Настройка», «Кадровый учет». У нас здесь стоит, должна стоять галочка «Используется работа по неполной ставке». Если у вас не будет, то есть если у вас галочка будет не включена, и эта опция будет не включена, то в приказе о приеме на работу вы не сможете выбрать неполную ставку. Вот, то есть если у вас в приказе о приеме что-то не выбирается, то посмотрите настройки, проверьте. Следующий вид ошибок, который тоже часто встречаю, особенно он актуальный стал в связи с введением электронных книжек трудовых, это использование документа перевод, кадровый перевод для всего на свете. То есть у сотрудника поменялась ставка, ставка зарплаты, да, и сотруднику меняют зарплатную ставку с помощью документа «Кадровый перевод». При этом может сформироваться СЗВТД, а на самом деле в этом случае мы не обязаны сдавать СЗВТД. И бухгалтеры часто тоже вот, ну, сотрудник, который вводит эти документы, он не понимает, почему у него формируется СЗВТД, как это отменить. В разделе «Кадры» у нас есть документы по изменению окладов сотрудников. То есть если мы, например, у сотрудника меняется размер оплаты труда, то мы его можем поменять непосредственно документом изменения оплаты сотрудников. И это даже вот рекомендуется делать, да, то есть такой самый распространенный сейчас документ, который используется для этого. В этом документе мы выбираем сотрудника, нам заполняются его предыдущие начисления. Мы должны отменить эти начисления. То есть вот у него была зарплата вот такая. Мы здесь нажимаем кнопочку «Отменить». Она отменяется. И добавляем новое начисление. Допустим, оплата по окладу. Вот она у него изменилась в большую сторону. Такого-то числа, все. То есть этот документ не фиксирует записи в трудовую книжку, и у нас не возникает необходимость подаваться за ВТД. Ну, точнее, программа этого не требует. Вот, в принципе, можно. То есть раньше изменения оплаты труда очень-очень часто делали кадровыми переводами. Это было до 2020 года. Но вот в 2020 году это стало проблематично. Можно также делать документами изменения плановых начислений. Можно делать документами изменения мест работы. Если, например, у сотрудника поменялось подразделение, то есть из подразделения в подразделение он перешел, то тоже изменение мест работы. Если у вас, например, если эта запись при этом не отражается в трудовой книжке. То есть, ну, бывает, что внутренние наши подразделения, которые в трудовой книжке мы не отражаем. Ну, соответственно, если квалификационный разряд поменялся у сотрудника, тоже мы можем сделать документами, соответствующими изменения квалификационного разряда категории. Это то, что касается кадрового учета. Такие самые частые ошибки. Если у вас какие-то есть ошибки, которые у вас встречаются, то, конечно же, пишите их вопросы. Переходим к начислениям непосредственно. Начислениям зарплаты. Часто бывает такое, что что-то не рассчитывается. То есть, например, премии. Ну, самое такое распространенное, что возникают такие не ошибки, а вот именно вопросы. Как ввести премию? Есть у нас в разделе зарплата журнал, так и называется, премии. Но очень часто бухгалтер открывает этот журнал, а здесь нету кнопки создать, либо она неактивная, и он ничего не может сделать. Это значит, что когда делали начальную настройку программы, как раз-таки не поставили галочку о том, что начисляются премии. Ничего страшного в этом нет. Даже если вы уже несколько месяцев, лет ведете учет в программе, но вам возникла необходимость начислять премии, раньше вы их не начисляли, а сейчас нужно, то вы можете открыть начальную настройку программы и эту галочку проставить. Как ее открыть? Вот здесь сверху, да, у нас есть такая стрелочка. Здесь открываете функции для технического специалиста. Если у вас нету их, то в разделе настройки, параметры, нужно поставить такую галочку, режим технического специалиста. Ее можно поставить только если у вас полные права. И есть еще ограничения, иногда встречаются для серверных баз. Если у вас база где-то на сервере, и у вас не получается, нету этой галочки, а в 1С фреш в облаке, там вот тоже нельзя включить режим технического специалиста. Если же так произошло, то нужно обратиться в техподдержку 1С фреш или же к своему системному администратору. И он вам поможет включить эту галочку. Открываете функции для технического специалиста. Здесь в поиске набирается начальная настройка программы. Вот она, начальная настройка программы обработки. Открыть ее можно, ну вот так можно открыть, потому что из пользовательского режима я ее никогда не открывала. Здесь, по-моему, нигде нету на нее ссылки. И здесь ее просто спокойно листаете далее. Ничего у вас не сломается в программе, можете не бояться. Листаете, листаете до... Так, что-то мне пролисталось. Листаете до премий. У меня тут уже настроены премии, поэтому уже ничего не выводится. Ну, в общем, листаете до премий и включаете эту галочку «Настраивать». Там галочка, которая ставится, что начисление ежемесячных, квартальных, годовых премий, и вы выбираете, как вы будете эти премии начислять. Процентом от... Процентом этой ежемесячной суммы, либо фиксированными. Ну, в общем, выбираете галочками, как вам премии начислять. После этого у вас появляется в журнале премии, у вас появится кнопочка «Создать», и вы можете здесь, сможете создавать премии. Вот. По начислению премий. Для того, чтобы уже создавать эти документы, вам нужно ввести обязательно вид начисления соответствующий. Виды начисления у нас вносятся в разделе «Настройка начисления». Здесь мы добавляем... Здесь у нас есть некоторые предопределенные, которые в программе уже присутствуют. В принципе, если вы галочку включите «Начисление премий», то добавится у вас, появятся здесь и премии. Но вы можете сюда добавлять и вручную, какие угодно начисления, какие вам хочется. И вот, например, если мы посмотрим ежемесячную... Вид начисления «Ежемесячная премия». Здесь что важно учитывать? Важно установить, будет ли она начисляться отдельным документом или в составе начисления зарплаты. От этого как раз тоже зависит, как вы ее будете начислять. Если вы указываете... Если вы указываете, что у вас премия начисляется... Вот здесь, да, начисление выполняется ежемесячно либо по отдельному документу, либо вот какие-то еще варианты. Если по отдельному документу, то вам нужно будет всегда вводить документы премии, отдельные документы для начисления этого вида... Для премирования. Если вы ведете просто ежемесячно, то вы можете при приеме на работу сотрудника или же документом изменения оплаты сотрудника добавить ему прямо вот ежемесячную премию. То есть если мы добавляем вот изменение оплаты сотрудников, делаем, мы можем сюда добавить этому сотруднику, что мы ему каждый месяц еще будем начислять премию 30% там, допустим, от зарплаты. Вот, 30%. При этом, когда мы будем ему рассчитывать заработную плату за месяц, у нас автоматически эта премия будет рассчитываться и автоматически она будет у нас попадать в документ расчета начисления зарплаты и взносов. То есть вот сюда добавляйте. Если же у вас каждый месяц разные премии, такое бывает, да, с которой зависит от KPI или от чего-то еще, то, конечно же, удобнее начислять эти... делать эти начисления отдельным документом премия. Здесь вы можете выбрать вид премии. Вид премии, да, это непосредственно ваше начисление. И заполнить сотрудника, в котором вы хотите его начислить. Что здесь важно, опять же, да, что мы смотрим здесь... Здесь, когда мы создаем документ премия, здесь важно, чтобы у нас соответствовали периоды. То есть если мы начисляем премию за февраль, мы ее можем начислить там 18 марта, но это тоже не рекомендуется. То есть у вас тогда, если мы начислим за месяц более поздним числом, у вас может быть нарушена последовательность документов, и страховые взносы впоследствии могут неправильно посчитаться. То есть вот смотрите, следите тоже за этими датами по начислениям. То есть если вы начисляете за февраль, лучше поменять дату на последний день месяца. И когда мы подбираем сотрудника сюда, добавляем... в табличную часть, то, допустим, вот у него тут 10%, мы ему начисляем. На период он определяется автоматически, если мы поставим такую галочку. Но мы можем задать вручную, например, что у него эта премия будет за первую половину месяца. Такое тоже бывает, когда премии начисляют за первую половину месяца. Здесь нам нужно тогда вручную задать этот период, чтобы он также проставился и в табличной части. Если у нас будет расхождение, то здесь у нас мы оставим галочку «Заполняется вручную» и оставим здесь... Случайно, может быть, скопировали, откуда перешел. У нас здесь остался январь. И у нас тогда будет ошибка в дальнейшем с этим документом. То есть вот такие ошибки могут возникать с документом премии, когда период не соответствует месяцу начисления премии. Так, это то, что касается премии. И еще есть... Есть еще такой момент. Например, у нас премия процентом начисляется, но что-то не попадает. То есть мы хотим, чтобы... Это даже не про премию, а вообще, в принципе, про все начисления, про все удержания. Когда мы вводим документ... Точнее, не документ, а настройку начисления. Настройку начисления. Вот, например, на примере нашей премии. У нас есть закладка «Расчет базы». И здесь мы определяем, как у нас будет рассчитываться этот вид начисления. И вот сюда мы можем добавить все другие начисления, которые войдут в базу для расчета этого процента. То есть, например, это может быть сдельный заработок, это может быть оплата по окладу. Но, допустим, мы хотим, чтобы доплата за работу в праздничные дни не учитывалась при расчете. Мы отсюда ее просто можем удалить. Или, например, добавить мы хотим, чтобы что-то там, не знаю, повременная оплата труда у нас учитывалась как раз в составе премии. Я встречала такие вопросы в своей деятельности, когда бухгалтер говорил, что у меня премия процентом, но почему-то она неправильно считается. И когда мы начинали проверять, то вот здесь видели, что в списке базовых начислений просто-напросто не добавлено тот вид начисления, который должен быть включен в базу для расчета премии. Это касается не только премии, вот в принципе других начислений, то есть это может быть там какой-то бонус вы начисляете, или же это может быть удержание. Удержание у нас находится также в разделе настройка удержания. Например, удержание по исполнительным листам. У них тоже есть раздел расчет базы. И сюда мы добавляем те доходы, с которых мы будем удерживать. Это я тоже как пример взяла, удержание по исполнительным листам. Это могут быть какие угодно удержания. Например, какие у вас предусмотрены трудовым договором, трудоколлективным договором. То есть может быть какая-то материальная ответственность, или что-то еще, или какие-то иные удержания. Здесь тоже проверьте. Если у вас неправильно рассчитывается, то проверьте расчет базы. На вкладке расчет базы соответствующего вида начисления или удержания. Возможно, у вас просто что-то туда не добавлено. Или же добавлено чего-то много слишком. Вот. То, что касается расчета. Также могут некоторые начисления вытесняют друг друга. Да, если у нас начисление... Вот так. На вкладке зависимости. На вкладке зависимости здесь мы можем подобрать те начисления. Мы можем сразу уже... То есть когда мы вводим начисление, мы можем, во-первых, сразу включить его в базу для расчета тех или иных удержаний. А также вот мы устанавливаем для этого начисления, как... Так, сейчас, секунду. Как оно рассчитывается, да? Может быть такое, что у нас, например, какие-то начисления, они вытесняют друг друга. В частности, это начисление оплат за... Там, например, оплата по окладу по часам или оплата по окладу по... Повременная, да? То есть эти два начисления, они не могут быть назначены одновременно сотруднику, то есть что-то одно. Вот. И в это... Это вот как раз вот... Так, сейчас. Нет, съезжает. Вот здесь вот... Да, на вкладке приоритет. То есть мы это заполняем на вкладке приорити. Также на вкладке приоритет мы заполняем, когда у нас не начисляется этот вид начисления. То есть вот мы видим здесь для этого конкретного начисления, что если у нас отпуск по беременности родом, например, у человека, то ему оплата по окладу начисляться не будет. То есть этот момент тоже отслеживайте. Если, например, у вас сотрудник находится в отпуске, там, по уходу за ребенком, а он все равно попадает к вам в начисление, проверьте, возможно, что-то вы неправильно сделали при вводе приказа об отпуске по уходу за ребенком или при приказе о приеме на работу или в начальной штатной расстановке тоже могут быть. То есть вы ввели, например, в начальной штатной расстановке, что этот человек работает на начальных остатках и ввели ему параллельно приказ об отпуске по уходу за ребенком. У вас будет то и то начисляться. Дальше какие ошибки еще встречаются? Это ручная корректировка. Ручная корректировка непосредственно в документе начисления зарплаты и взносов. Ну или, в принципе, начисления зарплаты. То есть у нас могут быть разные, может быть, просто там расчет начислений. Если мы посмотрим, да, какие у нас все начисления бывают, то есть может быть, например, там начисление за первую половину месяца, и сотрудник, который делает начисление, он видит, что что-то неправильно начислено, и он берет и вручную исправляет в этом документе. Вот так делать не рекомендуется. Если вот здесь, например, да, он видит, что оклад неправильно начислился, или он видит, например, что сотрудник вроде как должен быть в отпуске, но у него полный месяц начисляется, он берет и вот здесь исправляет. Если у вас сотрудник работал не весь месяц, допустим, был в отпуске или где-то прогуливал, даже часто бывает, что сотрудник прогулял, и человек берет и поправляет в этом документе, то есть поправляет, что он там по 28-й исправляет. И программа вроде как перечитывает, но это неправильно. Нужно ввести документ отсутствия на работе. То есть если что-то у вас... Начисление зарплаты взносов является конечным документом за месяц. Если в этом документе у вас что-то неправильно считается, то проверьте все предыдущие свои документы за месяц. Вообще логично, что в этом документе ничего не должно неправильно считаться. Если что-то неправильно считается, то исправлять здесь вручную не нужно. Проверьте все предыдущие документы. Возможно, по этому сотруднику не введен документ отсутствия на работе по невыясненной причине, да, неявка. Либо неправильно, не введен перевод сотрудника, изменение оплаты ему труда или что-то еще. Или, может быть, он там, что еще могло случиться с ним? Ну, что-то с ним случилось, но этот документ не введен. Или, например, там рассчитывается пособие неправильно тоже. То есть проверьте первичные документы, потому что вот этот документ, начисление зарплаты и взносов, он заполняется на основании данных учета за весь месяц. Если у вас какие-то данные полипедены неправильно, то и этот документ заполнится неправильно. Соответственно, поправлять вручную ничего не нужно. Вот оно вот так жирно выделяется, и, в принципе, программа позволяет исправить вручную, но потом будут ошибки. Потом вам будут вылезать постоянно перерасчеты, что вам нужно сделать перерасчеты, и все это красным. И выплаты тоже неправильно пойдет, и в отчеты потом неправильно будут заполняться. Поэтому этот документ не правьте. Вот как можно, так скажем, как можно больше оттягивайте моменты исправления этого документа. Да, бывают необходимости, когда нужно прям поправить прямо здесь, но это крайне-крайне редко. Еще вот следующий момент по перерасчетам, как раз, раз я их затронула. Часто бывает такое, вы делаете документ начисления зарплаты и взносов, вам вылезает вот такое красное сообщение, что требуется до начисления перерасчет для каких-то сотрудников. Но вы знаете, что вам ничего перерасчитывать не нужно. Вы все проверили за предыдущий месяц. Если вы понимаете, что вам нужно пересчитать, то есть, например, у вас было сделано начисление зарплаты и взносов, потом вы ввели задним числом документы отпуска или изменения оплаты, то, конечно же, вылезет вот такое предупреждение о том, что требуется до начисления перерасчет. Вы просто нажмете пересчитать сотрудника, и у вас все пересчитается, и все будет хорошо. Но если вы уже все проверили, у вас все введено правильно, но почему-то все равно вылезает вот такая ошибка. Возможно, где-то в регистрах может быть развернутая сальдо по этому сотруднику, где-то не схлопнулось что-то. Как бухгалтеру проверять этот момент, конечно, достаточно трудозатратно. Что вы можете сделать, чтобы вот, если вы уверены, что ничего не нужно пересчитывать, ну, нужно, соответственно, убрать это предупреждение. Как его убрать? Так, как его убрать? Можно прямо ручную сделать, ручную корректировку. Если у вас... Если вы хотите сделать ручную корректировку, то вот в разделе зарплата, сервис, есть гиперссылка на эти перерасчеты. Вы, когда ее нажмете, вы провалитесь в список вот всех перерасчетов, которые программа вам предлагает. Действительно, могут быть иногда, как сказать, не то чтобы ошибочные программы, но вот где-то у нее не... Допустим, вы ввели данные о расчете зарплаты за предыдущий месяц, потом что-то поменяли, что-то где-то перепровели, еще раз перепровели. И вот эти вот записи по регистрам, там они остались, и они вам вылезают. Вроде как все правильно начислено при этом. Что вы можете сделать, когда вы провалились сюда, вот в перерасчет? Здесь вы можете добавить перерасчет зарплаты, можете отменить, либо доначислить сейчас. То есть непосредственно в этом рабочем месте вы можете, ну, например, отменить, да, если вы знаете, что ничего... Ну, если вы знаете, что все правильно. Отменяете все, и после этого вам не будет больше выдаваться вот это вот окошко, вот это предупреждение, что требуется для начисления перерасчетов. Как еще можно предупредить? Такая предупредительная мера для того, чтобы вот эти ошибки не появлялись, и чтобы у нас все было красиво в системе, это, конечно же, устанавливать даты запрета редактирования данных. Вроде как это вообще очевидно, да, но я часто сталкиваюсь с таким, вот честно, часто сталкиваюсь, что не устанавливаются даты запрета редактирования данных, и в итоге сдана отчетность, уже там сданы все РСВ, 6 НДФЛ, вся регламентированная отчетность сдана, а потом какой-то сотрудник, причем это в крупных предприятиях тоже, то есть какой-то сотрудник куда-то залез, что-то перепровел, и все поехало. Напоминаю, да, что настройка запрета редактирования данных находится в разделе администрирования, настройки пользователей и прав, и здесь у нас есть дата запрета изменения. То есть ставим галочку и ставим настройку. Можно поставить как для всех, так и по пользователям, например, главному бухгалтеру оставить возможность редактирования, а всем остальным закрыть. То есть рассчитали зарплату, сделали ведомости на выплату зарплаты, все, зачем залезать в предыдущие периоды. 15 числа зарплату выплатили, все, можно закрыть предыдущий месяц. Зачем его трогать? Еще, какие хочется что отметить отдельно, это договоры ГПХ. Часто бывает такое, что заключается договор ГПХ с сотрудником гражданско-правового характера, договоры подряда, так называемые, да, с нештатными сотрудниками, которые что-то делают. И заключается он в одном месяце, а выполняются работы какие-то длительные, могут быть, выполняются в следующем месяце, и акты выставляются тоже там в следующем месяце. Но по законодательству, если у нас заключен договор ГПХ с сотрудником, с человеком, да, это не сотрудник, это нештатный человек, то мы должны включать таких людей в состав отчета СЗВМ. Соответственно, мы должны вводить документы по договорам ГПХ с датой их заключения программы. Даже если реально у вас акты и начисления, и выплаты будут там через полгода, этому сотруднику все эти полгода мы должны будем сдавать на него СЗВМ. Договоры ГПХ у нас регистрируются. Мы можем, во-первых, да, мы должны поставить настройку, что они у нас регистрируются. И также мы регистрируем сначала договор, а потом уже акт выполненных работ. Ставим настройку. Я думаю, что это уже... Не будем на этом как-то заостряться, потому что я думаю, что все с этим работают. Просто заостряю внимание на том, что договор мы регистрируем с даты его начала. Заключили договор, сразу его в программу внесли. Соответственно, когда у нас будет начисление по этому договору, когда мы введем акт выполненных работ, то начисление у нас будет в документе начисления зарплаты и взносов на вкладке договоры гражданско-правового характера. Также можно, в принципе, и отдельным документом зарегистрировать. Заключили договор, называется он начисление по договорам, в том числе авторским. То есть вы можете здесь зарегистрировать отдельно. Можете не регистрировать, а просто ввести акт выполненных работ или в самом договоре проставить настройку, когда, в какие сроки у вас выплачиваются вознаграждения. И в документах начисления зарплаты и взносов у вас будет рассчитываться. По выплатам. Что касается выплат зарплаты, тоже какие-то такие достаточно несложные, очевидные, но возникают такие ошибки, которые влекут за собой потом в дальнейшем некорректное заполнение отчетов, в том числе 6 НДФЛ, например. Это такая самая частая ошибка, точнее не ошибка, а встречающаяся на практике ситуация, когда у нас выплата не соответствует дате ведомости. То есть ведомости мы сделали 10 числа в месяц, закрывали, посчитали, сделали ведомости, выгрузили их в бухгалтерию или там в зарплатный проект банка. И они ждут, когда придут деньги. Фактически оплачены были эти ведомости 15 числа. Соответственно, у нас в системе, когда мы вводим ведомость на выплату зарплаты, вот она у нас дата 26 февраля, а фактически мы ее выплатили, например, 15 марта. Есть такие организации, которые загружают отдельно подтверждение из банка. Если у вас нет такой практики, вы не загружаете подтверждение в оплате из банка, я встречала такую ошибку, что человек заходит и просто исправляет дату ведомости. Вот честно. И это неправильно, конечно же, неправильно. Дату ведомости мы не правим. Оставляем ее такую, какая она есть, 26. Все, она у нас уже выгружена в бухгалтерию. По ней уже сделана платежка. Соответственно, мы ничего не исправляем в первичном документе. Для того, чтобы правильно у нас в 6 НДФЛ попала эта выплата, вот здесь внизу в подвале есть гиперссылка, выплата, зарплаты, перечисления НДФЛ. Мы здесь просто проставляем другую дату выплаты. Вот, например, там, не знаю, 3 марта. И также по поводу НДФЛ, если у нас НДФЛ как-то по-другому перечислен, ну, то есть не в день выплаты зарплаты, не на следующий день выплаты зарплаты, а в другой какой-то день, то мы вводим данные здесь. По умолчанию проставляется галочка, что налог перечислен вместе с зарплатой. В этом случае в декларации 6 НДФЛ у нас будет эта выплата проставляться, что 3 числа у нас выплачена зарплата, и 4 срок выплаты НДФЛ. То есть, да, в 6 НДФЛ. Таким образом будут даты проставляться. Если же у нас по факту НДФЛ был не 4 заплачен, а другого какого-то числа, то вот снимаем эту галочку и вводим данные о перечислении НДФЛ отдельно. При этом, если у вас НДФЛ перечислен в эту же дату, то есть 3 числа, то не нужно эту галочку снимать, ничего страшного в этом нет. Эту галочку снимаем только если у нас НДФЛ перечислен совсем в другой день, то есть при каком-то нарушении. Ну, например, там 3 выплатили зарплату, НДФЛ 15 перечислили. Соответственно, в расчете 6 НДФЛ все-таки указываем правильные данные, несмотря на то, что за это будут пени. Что еще? Какие еще ошибки в ведомости бывают, когда меняют месяц выплаты? Месяц выплаты, вот здесь многих это путает, потому что на самом деле это месяц начисления зарплаты. Если мы в марте, да, 15 марта, 10 марта выплачиваем зарплату за февраль, то бывает такое, я встречала, что просто исправляют месяц выплат и ставят здесь март. Соответственно, когда мы 25 марта будем выплачивать аванс за март, у нас ведомость по авансу не будет заполняться, и непонятно почему, да. Но вот именно поэтому, потому что здесь у нас месяц начисления указывается. Если мы 10 марта выплачиваем зарплату за февраль, соответственно, здесь должен быть месяц выплаты стоять в февраль. Если вас это прям совсем путает, или, например, у вас есть сотрудники, расчетчики зарплаты, которые никак не могут запомнить, что здесь исправлять нельзя, вы можете поменять прямо название. И, в принципе, в документах можно менять что-либо через помощник изменения формы. Вот здесь нажимаете «Еще», «Изменить форму», находите вот этот месяц выплаты, и вы можете здесь вписать месяц начисления. Окей. Вот. Все, у вас месяц начисления, это более понятно. Ну, вы можете так менять, в принципе, что угодно, у вас ничего в программе от этого не сломается. Это просто сделано для удобства. Не все знают, что можно так менять форму. Так. Следующий момент. Следующий момент, какой еще может возникать при выплатах. Здесь может быть такое, что заполняется, вы выплачиваете зарплату за февраль, например, а у вас заполняется там март, апрель и все остальное, и вот все красное, и непонятно что. Вы вот здесь рядом, есть окошко, оно пустое. Это окошко называется «Расшифровка выплат». Вы вот сюда открываете его, и вам здесь появляется список всех выплат, которые попали в эту ведомость. Вы можете удалить лишнее, да, во-первых, то, что вам не хочется выплачиваться. Например, вы выплачиваете сегодня зарплату, вам сюда попали выплаты, какие-то непонятные начисления за январь, там, за декабрь прошлого года. Вы их можете пока удалить отсюда, зарплату выплатить, оставить здесь зарплату только за февраль, да, выплатить ее, и потом уже разобраться, почему у вас попадают вот эти начисления. Почему неправильно попадают такие начисления прошлых периодов в ведомость по выплате? Это связано с тем, что может быть действительно не выплачено, да, то есть проверьте. В разделе выплаты есть отчеты по выплатам. Вы можете их поформировать и посмотреть, в каком, ну, там, например, там, задолженность по зарплате посмотреть. В тех же самых ведомостях, в расчетных листках, да, проверить, сверить разрезы учета. Что, ну, если у вас там все правильно, и вы не понимаете, да, почему все равно вот это все вам наводится, что может быть? Это незакрытая аналитика, например, по счетам, по разрезам учета. Да, то есть, например, месяц взаиморасчетов вот был где-то неправильно, в какой-то ведомости предыдущего периода неправильно месяц выплаты поставили, и все, и у вас потом появилась эта ошибка. То есть здесь конкретно почему вот прям, прям точную причину назвать ее сходу нельзя. Нужно именно смотреть ваши регистры. Какие регистры можно посмотреть? Это регистры зарплаток выплаты, регистры взаиморасчеты с сотрудниками, бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Вот, то есть вам нужно проверить, возможно, где-то у вас идет расхождение по этим регистрам. Так, что еще по выплатам? По выплатам еще хотела сказать такой момент. Когда мы всем сотрудникам выплачиваем на карту, да, у нас у сотрудников настройка стоит, что идет на карту. В этом, кстати, тоже встречаются ошибки, когда, например, зарплатный проект у нас в организации. У нас в организации, да, зарплатный проект. Но ему, сотруднику ставится, сотруднику ставится зачисление на карточку, да, то есть настройка зачислением на карточку, что ему зарплата выплачивается зачислением на карточку. И он заполняется здесь все данные о банковском счете. И этот сотрудник в ведомость по зарплатному проекту не попадает. Почему? Потому что зарплатный проект – это настройка перечисления на счет... Нет, я прошу прощения, это я вам сказала неправильно. Наоборот, перечисление на счет в банке – это перечисление на личную карточку, которая не относится к зарплатному проекту. А зачисление на карточку – это как раз зачисление на зарплатный проект. Вот. То есть здесь вот этот момент нужно различать. Но бывает такое, когда зачисляют ему на карточку или там, ну, неважно, безналичными, выплачиваем безналичным способом, но он приходит и просит выплатить через кассу. Один раз, да, или какое-то управленческое решение там принимается о том, чтобы выплатить через кассу. Если мы в разделе «Ведомости на выплаты» создадим ведомость в кассу и попытаемся ее как-то автоматически заполнить, у нас здесь ничего, ну, ничего не будет, потому что у всех сотрудников стоит, что им выплачивается через зарплатный проект. Но мы можем это немножко обойти, если мы здесь через подбор подберем сотрудника. То есть мы нажимаем «Подобрать» и выбираем сотрудника. Если при этом у него есть остаток, который ему не был выплачен, то сюда он заполнится. То есть здесь у вас появится цифра. То есть вот так вот вручную в этом случае придется заполнять. Либо же, либо поменять настройку непосредственно выплаты. То есть если вы понимаете, что вам несколько месяцев, у вас там тысяча сотрудников, да, то поменяйте тогда настройку на один месяц выплаты, зарплаты через кассу. Либо заполните ведомость вручную. Просто часто встречается такой вопрос, что мне нужно выплатить через кассу, и заполняя ведомость, она не заполняется. Вот просто через подбор заполняйте тогда. Еще бывает такое, что появляются уволенные сотрудники в отчетах или в расчетных листках появляются уволенные. То есть вы их вроде бы уже все посчитали, по ним все закрыто, и вы точно знаете, что по ним все закрыто, но он появляется. Это тоже появляется с нулем. То есть остатков по нему нет, но формируются нулевые расчетные листки. Это тоже связано с пересортицей по разрезам аналитического учета. То есть тоже проверьте тогда взаиморасчеты. Можно сформировать отчет, анализ, начисление зарплаты сотрудникам по нему посмотреть. Можно анализ, проанализировать регистры и зарплату к выплате, и взаиморасчеты с сотрудниками. Так. Что у меня еще осталось? По отчетам. В принципе, если у вас, сразу скажу, если у вас неправильно заполняются регламентированные отчеты, значит у вас в программе что-то неправильно сделано. Если там РСВ заполняется неправильно, или 6НДФЛ неправильно заполняется, то не надо исправлять отчеты. Ну, это крайний тоже случай, когда вы вручную что-то исправляете. Проверьте, как у вас начислена зарплата, как она выплачена, как ведомости. Может быть, что-то в ведомостях у вас неправильно. Встречался такой вопрос, когда делали ведомость, точнее не ведомость, а отчет 2НДФЛ для передачи в налоговую. И он расхотился, у него были расхождения с отчетом 2НДФЛ для сотрудника. То есть вот у нас здесь в разделе налоги и взносы есть отчет, справка 2НДФЛ для сотрудников, а есть справка для передачи в налоговый орган. Ну, вот были причины, да, по которым нужно было и то, и то сформировать, и расходились данные. Так вот, здесь есть такой момент, нюанс, что справка 2НДФЛ для сотрудников, она заполняется сразу все. То есть если вы 18 марта заполняете, то все начисления, которые у вас за марк есть, они в эту справку попадут. Но в справку для передачи в налоговый орган они не попадут. Для того, чтобы они попали, просто вот нужно поставить дату 1 апреля. Тогда попадут мартовские. То есть ставьте дату следующего месяца. Ну, такой вопрос встречался. Дальше можно как раз вот переходим к программе ERP. Да, программа ERP и комплексная автоматизация. Там как раз был вопрос по ней. Как раз был вопрос, как правильно вводить данные сотрудников в 1С, комплексную автоматизацию и ERP. Так, сейчас посмотрю чат по ЗУПу. Если появились уволенные, да, если появились уволенные, если в анализе начислений на начало периода появляются невыплаченные суммы, но нужно их выплатить. То есть нужно сделать ведомости на выплату этих сумм. Во-первых, да, если вы их фактически выплачивать не будете, но вам нужно их провести, эти выплаты, то вы можете, ну, либо сделать вот так вот ведомость через кассу, как бы провести. Ну, здесь опять же надо проверить. То есть если действительно такая задолженность, то есть вы проверили все начисления, и у вас действительно такая задолженность вот вылезает, но фактически деньгами, да, вы человеку отдавать не будете. Ну, такое встречается. Вот. А, если в действительности нет этой задолженности, но она у вас вылезает, вылезает, возможно, вот у вас может быть где-то, может быть, какой-то перерасчет, да, начисленный. Вот из-за чего это все может возникать, из-за чего могут возникать такие ошибки. А, сейчас, секунду. Может быть, где-то у вас было начислено по одному подразделению, выплачено по другому. Может быть, было какой-то перерасчет сделан. Что еще? Ну, в общем, нужно вам посмотреть именно по регистрам взаиморасчета с сотрудниками и по регистрам зарплаты к выплате. Что где-то там у вас пересор. Может быть, такое, что в отчете, например, расчетная ведомость у вас вылезает, сумма остатка, а в оборотке по 70 счету ее нет. Да, такое тоже бывает. И это вот именно ошибки где-то в регистрах. Где-то в регистрах они возникают. Из-за чего они возникают? Они могут возникать из-за того, что где-то отстарнирован был документ, например, или перепроведен, или сделано до начисления, или документ был изменен, или введено было что-то задним числом. То есть так сходу сказать, из-за чего эта ошибка, нужно брать базу и вот копаться в регистрах и смотреть, почему такая ошибка. Вот, да, оборотка чистая. Вот я встречала такую ошибку. Вот смотрите, здесь у нас в зубе, если, да, то вот так же через функции для технического специалиста те же самые регистры, например, ой, зарплата к выплате. Регистр накопления. Вот так вот набираете, набираете вас в поиске название, и здесь вот у вас все, как бы все записи, которые вам, все выплаты, которые, регистрация зарплаты к выплате, регистрация выплат этой зарплаты. Набираете в поиске сотрудника, по которому вам нужно сделать. Можно еще там через универсальный отчет, но вот самое простое, это вот так вот сделать табличку по регистру и сверить ее с регистром взаиморасчета с сотрудниками. Вот здесь вы вот отобрали по всем, по сотруднику. Здесь плюсики означают, что регистрация начисления, конкретно в этом регистре, да, разобраться здесь несложно на самом деле. Плюсик значит, что регистрация начисления, то есть мы должны этому сотруднику, минус значит, что мы ему выплатили. И вот вам нужно будет сверить, вот здесь вот у нас идут суммы, да, вот мы ему начислили сумму 56 тысяч, выплатили ему там, точнее, это не выплаты, это с минусом у нас идет НДФЛ. Вот мы ему начислили, вот мы ему НДФЛ вычли, вот мы ему выплатили. То есть здесь где-то что-то не зарегистрировалось. Знаете, как может быть, что там ведомость какая-то не зарегистрировалась. Вот, можете вот это все проверить. Если вы найдете, что ведомость не зарегистрировалась, перепроведите ее, проверьте, зарегистрируется ли она. Можно прямо в самой ведомости посмотреть. Вот если ведомость на выплату вы откроете, проведенную у вас... Вот ведомость, да, вы открыли. Вот здесь в движении документа. В разделе движения документа как раз отображается, по каким регистрам делает движение эта ведомость. И может быть такое, что где-то проводили-перепроводили, сто раз отменяли перепроведение, и вот пошла ошибка, что, допустим, по регистру зарплаты выплаты нету движений. Вот я разбирала такую ошибку в бухгалтерии, не в ЗУПе, а в бухгалтерии предприятия. Там как раз была такая ошибка, что по 70-му счету все чисто, все хорошо, а в расчетных листках и в расчетной ведомости вылезают остатки. Вот здесь была именно такая ошибка, что ведомости по выплате не делали движение по регистрам зарплаты к выплате. Поэтому вылезали остатки невыплаченной зарплаты. Что мы сделали? Мы, точнее, я, да, перепровела эти ведомости. Либо, если это период закрыт уже, то, ну, открывать не очень хорошо. Но смотрите тоже, оцените свой риск, так скажем, если вы откроете период, насколько это будет для вас страшно. Либо открыть период и перепровести, либо не открывать период, провести ведомость на выплату конкретно по этому сотруднику уже в этом периоде. Сделать ее через кассу, в бухгалтерию, там ее не выгружать, например, так. Ну, в бухгалтерии, вот в бухгалтерии, да, в бухгалтерии я тогда просто перепровела эти ведомости. Ну, и, соответственно, тогда нужно было перезакрыть все месяцы. Но там, в принципе, так как эта ведомость, она не влияет на счета бухгалтерского учета, не повлияла. То есть по счетам бухгалтерского учета там выплаты проходят. Выплаты по счетам бухгалтерии регистрируются с помощью банковских выписок, там, по-моему, в бухгалтерии. Поэтому по счетам учета все чисто, а по регистрам нет. Соответственно, перепроведение ведомости помогло. Но это вот в том конкретном случае. Вот. Проверьте у себя. Так. По вопросам. Еще вот мы ООН на УСН. Почему-то страховые взносы НДФЛ попадают в Кудир в расходы на дату начисления. Переплаты по налогам нет. Вы знаете, проверьте настройки учетной политики своей, потому что вот такое встречается, когда производственные организации. Точно тоже сказать сейчас вам так сходу не могу, но проверьте вот настройки учетной политики, настройки налогов. Так. Ну и переходим к комплексной автоматизации ERP. Как правильно провести самозанятого. А ничего особенного по нему проводить не нужно. Вводите его как обычного контрагента. Он у вас будет красным отображаться, но ничего страшного. То есть его в зарплату, в зуб не вводите. Это связано с тем, что вы по самозанятому не платите никакие страховые взносы, ничего. То есть самозанятый для вас – это обычный контрагент, как обычный ИП, как обычная организация. То есть вы с ним заключаете договор, вы ему выплачиваете деньги, он вам выдает чек, и все. И вы на этом с ним расстаетесь. Никаких отчетов по нему вы не подаете. Ни СЗВМ, ни 6 НДФЛ, ничего. То есть он для вас не сотрудник. По ERP. Смотрите, здесь тоже у нас есть. Как вводить сотрудников? У нас есть раздел «Начальное заполнение». Так, здесь мы можем сделать перенос данных под системой расчета зарплаты, во-первых. То есть сюда ввести данные. Это если вы их прямо можете перенести из какой-то… Например, у вас было там в зубе велось, вы хотите в ERP все перегрузить. Можно вот сделать так. Перенести данных. Здесь вы выставляете настройку состава регистров, устанавливаете, какие регистры там вы переносите, и вводите. Вот, здесь все заводите. Если же у вас нет возможности, да, так перенести. Сейчас, по-моему, здесь тоже есть начальное заполнение. Так. Вот, смотрите, здесь есть также начальная задолженность по зарплате. В принципе, раздел «Кадры и зарплата» комплексной автоматизации ERP, они практически один в один повторяют программу Zoom. Практически один в один. Функционал такой же. Единственное там отличие, что вы проставляете… Вот, единственное отличие – это отражение зарплаты в финансовом учете и вот именно настройка статей затрат. Но это уже нюансы ERP. То есть начальную задолженность по зарплате, если у вас нет возможности перенести из другой базы, вы вводите начальную задолженность по зарплате так же, как вы это делали, вот в зубе я показывала. И в разделе «Кадры» у вас так же есть данные на начало эксплуатации, и вы здесь также создаете начальную штатную расстановку периода, оплаченные до начала эксплуатации. То есть, в принципе, если у вас возникают какие-то вопросы по ERP или комплексной автоматизации, то вы можете посмотреть справку по Zoom. И там будет все то же самое. Вот. По переносу данных это обычно… Обычно этот перенос данных делается все-таки из другой программы, с помощью программистов. Там они прям пишут вам обработку, и вы выгружаете. Если вы вручную вводите, то вводите тогда вот через данные на начало эксплуатации. Так. По поводу… Дальше идем по комплексной ERP. Ежемесячная премия процентом на вкладке «Расчет базы» нет расчета за текущий месяц. Если вы здесь делаете также настройки, да, начислений, в разделе «Зарплата»… Здесь оно все собрано. То есть, в зубе больше разделов, а здесь всего два раздела. Именно по настройкам. Все настройки по зарплате, они в ERP, в комплексной, вынесены вот так вот. Настройки и справочники по зарплате. И прям здесь вот все. Также начисления настраиваете. Начисления, если у вас премия, то тоже это все настраиваете. Так, еще раз вопрос, что на вкладке «Расчет базы» нет расчета за текущий месяц. Так, сейчас. То есть, вот здесь вот вы… А, вот этой галочки нет? Странно. Ну, то есть, здесь вот есть возможности, да, выбрать период. Вы знаете, вот проверьте, как у вас заполнена вкладка «Основное», да, сначала. То есть, что у вас здесь выбрано, какой вид назначения, начисления, какое начисление выполняется, как оно выполняется. Вот эти галочки проверьте. То есть, в принципе, здесь… Ну, особо ничего такого не должно быть на самом деле. Не знаю, почему у вас нет вот этого текущего месяца. По идее, должен быть это типовой совершенно. Проверьте, может быть, у вас вот так период действия, хотя нет, тоже вот, ну, странно. Только что по отдельному документу у вас, да? Если я здесь поставлю по отдельному документу… А, ну вот, видите, точно. Я говорю, проверьте вот раздел «Основное». То есть, если вы ставите по отдельному документу, у вас здесь уходит галочка «Текущий месяц». Да. То есть, ну, здесь вот смотрите, решайте тогда, как вам удобнее будет начислять. В принципе, если вы ежемесячно будете начислять ее… Тут понимаете, что почему вот эта галочка уходит? На самом деле, это достаточно просто, логично объясняется. Если вы вводите документ «Премия» в текущем месяце, у вас документ начисления зарплаты еще может не быть. И системе просто неоткуда будет брать данные, чтобы включить эту сумму в расчет базы. Поэтому и настройки другие, соответственно. А если же вы начисляете одним документом, то она может сразу проанализировать, какая была зарплата за этот месяц начислена. Так что по комплексной ERP я хотела сказать. Здесь, в принципе, вот ошибки такие же, как и в зубе, потому что они похожи между собой, функционал один и тот же. То, что отличается, это настройка статей затрат и настройка распределения зарплаты, настройка именно самой зарплаты, как она начисляется. Тоже здесь в разделе «Настройки и справочники по зарплате» есть такой вот настройка... Так, нет, не показать. Способы отражения зарплаты. Вот эти способы отражения зарплаты, в них мы настраиваем, как мы будем эту зарплату... Как она будет у нас в разделе в бухгалтерском отчете отражаться. Часто вопрос возникает, связанный с тем, что, допустим, зарплата производственного персонала не распределяется на выпущенные материалы, выпущенную продукцию. Или, например, зарплата управленческая, управленческого персонала, который на 26-м счете по учетной политике, она должна с 26-го счета списываться на 20-й, распределяться пропорционально выпущенной продукции, например, да, а дальше уже идти на 90-й счет. Или, например, наоборот, нужно, чтобы с 26-го она там просто одной суммой переходила, да. То есть в зависимости от учетной политики. Вот как правильно настроить зарплату мы настраиваем именно в способах отражения зарплаты. Здесь мы выбираем, как она, эта сумма отражается либо по какой-то одной статье, либо распределяется на производство. Здесь часто бывает такая ошибка, что выбирают, отражается по статье расходов и выбирают статью расходов, не такую, да, например, там выбирают статью расходов, которая распределяется на производственные расходы. Сейчас вот такую какую-нибудь найду. Вот заработная плата у нас есть, управленческая. Вот она у нас вот здесь списывается на финансовый результат пропорционально выручке. Это означает, что вот эта сумма начисленной заработной платы будет списана на 90-й счет, на 90-й, 0,7, по-моему, на 90, 0,8, на 90, 0,8 пропорционально выручке, то есть она проанализирует эту выручку со счета 90, 0,1 и пропорционально по направлениям деятельности разделит. Мы можем посмотреть, да, вот по всем направлениям деятельности. И, соответственно, а нам нужно, чтобы она на 20-й счет списывалась, то есть и бухгалтер видит, что у него неправильно формируется финансовый результат. Здесь в этом случае нужно поменять настройки статьи расходов. Это очень важно. Если вы хотите, чтобы у вас какая-то сумма... Это касается, в принципе, расходов в ERP, в комплексной автоматизации, не только зарплатных, а, в принципе, вообще всех. Если вам нужно, чтобы расходы распределялись на стоимость выпущенной продукции, на 20-й счет закрывались, да, то вам нужно выбирать тип расходов, правильный тип расходов. То есть либо это производственные расходы, и тогда вы выбираете, что они там отражаются на производственных затратах. Либо, например, это могут быть расходы там на складское хранение и обработку, и тогда их можно там в себестоимость товаров отнести как-то... Ну, зарплату редко в себестоимость относят, но тем не менее. Расходы по приобретению товаров мы также можем отнести на себестоимость. То есть в зависимости от того, какой тип расходов мы выберем, у нас будут разные варианты отражения в регламентированном учете. Соответственно, если ваши расходы распределяются, относятся по счетам учета не так, как нужно по учетной политике, то проверьте настройки статьи расходов. Возможно, у вас просто здесь неправильно выбрана статья расходов. Если вам нужно, чтобы с 26-го у вас на счет 90.08 закрывалось, точнее, на счет 20, чтобы закрывалось, то вот вы выбираете отнести расходы, например, не знаю, там, производственные, можно отразить на производственных затратах. И вот вы переходите на вкладку рекламентированный учет, и у вас здесь остается отражение в регламентированном учете по умолчанию. Вы выбираете счет 26. Соответственно, начисление зарплаты у вас будет идти на 26-й счет. А дальше уже при закрытии месяца эти расходы будут списываться на 20-й по правилу, которое вы выберете вот здесь. На вкладке «Основное» вы выбираете в регламентированном учете, что вы отражаете эти расходы на производственных затратах и распределяете по правилу, например, по материальным затратам, там, по партиям, да? Ну, или какое-то еще вы можете свое какое-то правило задать, то правило, которое вам нужно. Вот. То есть достаточно большое количество ошибок возникает именно с неправильным, в связи с неправильной настройкой статей расходов. Соответственно, если у нас вот здесь было выбрано, даже если вы выберете производственные расходы, но выберете «Списать на финансовый результат», то есть «Списать на финансовый результат» в принципе означает, что эти расходы будут списываться на счет 90-08. То есть вот я выбрала здесь «Списать на финансовый результат», и у нас здесь появился счет списания, и мы выбираем счет списания. И видите, что здесь количество счетов, учета бухгалтерского, на которые мы можем списать эти расходы, оно ограничено. То есть мы не можем здесь выбрать 20-й счет. И вот сейчас, кстати, 1С, фирма 1С в новом релизе уже нельзя. Раньше была еще такая ошибка, что можно было здесь выбрать вручную. То есть бухгалтер просто здесь задавал там счет списания 20-01, но это неправильно, потому что этого счета в списке нет. Если вам нужно, чтобы расходы шли на счет 20, то есть 26-го закрывались на 20-й, и оттуда уже на 90-02, да, то вы открываете, а здесь нет этого счета списания, то переходите на вкладку «Основное» и проверьте там настройки. Вот. Это то, что касается способов отражения зарплаты. Если же вы здесь выбираете, что она распределяется на производство, то, в принципе, она сразу у вас может пойти на производство. Но это... Такой способ отражения распределяется на производство. Лучше всего выбирать для производственных рабочих, те, которые работают непосредственно на производстве. Если у вас там зарплата директора, бухгалтера, то это лучше, конечно, по статье. То есть сначала вы относите на 26-й, потом на 20-й. Или на 90-й, то есть как у вас по учетной политике. Если вы выберете, что сумма зарплаты распределяется на производство, то здесь тоже у вас появляются настройки, такие как статья калькуляции, по отдельной статье калькуляции. Вот. То есть вы можете это выбрать. Это основные такие отличия комплексные от ЗУПа и бухгалтерии. В принципе, вот у меня с вопросами все. То, что касается бухгалтерии, предприятия, там просто ограниченный функционал. Там, например, нет расчета компенсации неонкуленного отпуска при увольнении. Например, да, все считают ручную. То есть там просто меньше возможностей, так скажем. А ошибки возникают практически те же самые. То есть мы обсуждали тут расхождение между 70-м счетом и расчетной ведомостью. Так, вопросы сейчас еще посмотрю. Самозанятого. А, как занести в программу самозанятого? В программу ЗУП или в программу 1С комплексная, вот, да, в справочник сотрудники, вы его не вносите. Вы его вносите в контрагенты. Если, например, у вас программа ERP комплексная, то заходите в раздел закупки, например, да, поставщики. То есть вы его вводите как контрагента. Не как сотрудника, не как физлицо, а именно как контрагента. И создаете здесь вот непосредственно. То есть вы его вводите так же, как вы бы вводили индивидуального предпринимателя, общество с ограниченной ответственностью. Абсолютно так же. В ЗУП, в зарплату управления персоналом этого человека вносить не нужно. И ничего в нем, ничего регистрировать в этой программе по нему не нужно. В разделе зарплата, если у вас зарплата ведется в бухгалтерии предприятия, вы тоже там ничего не вносите по нему в раздел зарплата. В бухгалтерии вы его вносите просто как контрагента. И все, и делаете ему выплату. А, давайте я вам покажу, как в бухгалтерии делается выплата на самозанятого. Сейчас у меня тут и есть бухгалтерия. Вот смотрите, да, у нас есть бухгалтерия. И мы хотим сделать выплату самозанятому. Ну, сразу, наверное, платежку, да, посмотрим. Вы можете, конечно, ввести счеты, на основании счета сделать платежку. Или как-то еще. Ну, посмотрим просто создание платежки. Здесь суть такая, что если вы выгружаете в банк платежку по самозанятому, то у вас должен быть в платежке вид дохода. Вот чем отличие, да, выплаты. Отличия по взаиморасчетам нету самозанятым абсолютно. То есть у вас есть... Ну, сейчас я открою оборотку по 60-му счету, например. Платежки расчеты с этим самозанятым будут на счете 60. Не на 70, не на 76, если вы это захотите. Но по факту он у вас будет вот здесь, на счете 60. То есть он может быть там что-то вам какие-то услуги оказывает или какие-то работы делает. Вы ему оплачиваете. Если он вам выставляет акт, акт или чек, да, вот если он вам предоставляет чек, заведите этот чек как поступление, как акт. То есть вы вводите обычный акт, прописываете здесь там Иванов, выбираете вот из справочника контрагента и выбираете своего самозанятого. Но здесь по оплате, да. Что касается оплаты, многие банки, и вообще в принципе правильно, когда вы оплачиваете самозанятому, вы ему все-таки платите на его личную карту. Это не счет ИП, это не коммерческий счет, а это личная карта самозанятого. Она может быть даже зарплатной картой, если он работает где-то по найму. То есть обычная карта, обычная. Соответственно, вам нужно здесь по новым правилам, которые с 1 июля прошлого года, да, нужно указывать вид дохода. Если вы выберете вид операции оплаты поставщику, то вид дохода вы здесь не сможете выбрать, его нет. Соответственно, вам нужно выбрать вид операции. Вид операции. Вам прочие расчеты с контрагентами. Нет. Вам... Так, сейчас мы... Сейчас я введу этого самозанятого какого-нибудь Иванова. Причем вы даже вот в бухгалтерии до сих пор нету никакого отличия. То есть вы также его вводите, физическое лицо указываете. Вот. Но ИНН, да, он у вас будет ругаться, что контрагент отсутствует в базе ФНС. Он у вас будет показывать, что он... Ну, в списке вот вы его выберете, он у вас будет здесь таким красным подсвечиваться. Но это ничего страшного. В списке поступлений вы там введете на него акт, у вас он будет тоже розовым подсвечиваться. Пока 1С этот вопрос не решила, да. Поэтому, чтобы ему выплатить с видом, с кодом выплат, вот вы выбираете вид начисления и прочее списание, выбираете получателя, физическое лицо. И счет его все. И вот у вас здесь, когда вы выбрали физическое лицо в платежке, у вас вот здесь появляются... Ну, вот эти два... Как это все уже заговариваюсь? Удержание по исполнительному листу, да. Вы выбираете, что разрешено без ограничения по сумме. И код выплат. Выбираете, что не указывается, потому что это не пособие. И все, вы можете ему вот так платежку выгружать. Единственное, что когда вы ее из банка будете загружать, она у вас тоже загрузится там... Ну, посмотрите, может она загружаться немножко криво. То есть тоже проверьте. Если же у вас много самозанятых, ну, возможно, есть необходимость тогда как-то автоматизировать с помощью программиста этот вопрос загрузки. Если же у вас там один самозанятый в месяц, то вот смотрите, да, вы ему оплачиваете... Ну, там тысячу рублей, например. Вот вы ему оплатили. У вас в базе платежное поручение с видом... Вид операции и прочее списание. Когда вы получили выписку из банка, вы ее разносите. У вас выписка из банка придет также с видом прочее списание. И, соответственно, у вас тут не будет заполняться счет. Ну, либо вы можете тогда в выписке поменять как оплату поставщику, непосредственно открыть выписку и поменять в ней. Либо оставить прочее списание. Оставить прочее списание и выбрать здесь счет расчета 60. Но здесь нужно будет тогда контрагент, договор подтягивать. Самое простое – это выписки поменять на оплату поставщику. Тогда у вас и контрагенты, и счета учета все подставятся. Вот это то, что касается выплаты самозанятых. Это, пожалуй, единственное отличие работы с самозанятым. Единственное отличие от работы с индивидуальным предпринимателем или с организацией. Вот и все. Никаких НДФЛ, ничего вы по нему не платите, ничего не делайте. Вот, и, соответственно, вы его вносите. Вот я внесла этого человека как обычного контрагента. Контрагент. Он, видите, здесь контрагент. И, соответственно, он у меня в справочнике контрагенты. Если я открою справочник, у меня вот контрагенты. Он здесь. В справочнике физических лиц. Вот он, где у меня тут. Иванов. Вот он. Вот он, справочники контрагента. Справочники физических лиц, которые относятся именно дальше уже к кадрам, к зарплате. В справочнике физических лиц его нет. Вот, видите, нету здесь Иванова. А, соответственно, нигде никаких галочек, что ему не начисляется НДФЛ. Нигде ничего этого ставить не нужно. И программа не будет начислять налоги. Скажите, пожалуйста, в бухгалтерию лучше выгружать из ЗУП зарплаты документом отражения зарплаты или есть способ лучше? А это единственный способ. То есть выгружать зарплату из ЗУПа можно только документом отражения зарплаты. То есть если у нас сейчас в бухгалтерии вот... А, в бухгалтерии у меня здесь настройка, что учет ведется непосредственно здесь. Но, и да, если у вас идет синхронизация между ЗУПом и бухгалтерией, то для того, чтобы зарплата выгрузилась, в зарплате управления персоналом, сейчас вам покажу, нужно делать документ отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Только после этого данные пойдут в бухгалтерию. Так, где у меня тут? ЗУП. Вот, вы начислили зарплату, например, вот туда. Так, что-то у меня тут... Она подвисает. Сейчас я ее перезакружу. Ну, в общем, в бухгалтерии, в зарплате управления персоналом вы делаете документы начисления зарплаты и взносов, да? Сделали там отпуска, все вот это за месяц поначислили. После этого вы делаете документ отражения зарплаты в бухгалтерском учете. И его лучше, вот он тоже находится в разделе зарплата, отражение зарплаты в бухгалтерском учете. И его лучше делать последним днем месяца, за который вы начисляете. Ну, вообще, в принципе, все начисления, допустим, начисления за февраль делают до 28 февраля. Если вы что-то делаете 15 марта, у вас система автоматически проставит дату 15 марта. Но лучше ее менять. Можно и так оставить, в принципе. Но я ее вот рекомендую менять. То есть вы здесь ставите 1 марта или 28 февраля. Нажимаете заполнить. И так, февраль. Если мы на февраль сделаем, то 28 февраля. Все заполняем. У нас здесь все отражается. После того, как мы выполним... У меня нету зарплаты, сейчас январь сделаем. Заполняем все отражается, проводим. После этого выгружаем, да, синхронизацию делаем между зубом и бухгалтерией. И у меня в демо-базе не настроена выгрузка. Но здесь еще есть галочка «Отражено в учете». И когда у вас этот документ выгрузился в бухгалтерию, вы в бухгалтерии заходите в раздел «Зарплата». Там у вас есть тоже раздел «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете». Открываете его. Ставите галочку «Отражено в бухгалтерском учете». Только тогда у вас вы проводите документ, и только тогда у вас формируются проводки. Пока у вас не отражен в учете, проводок нет. Кстати, тоже встречал такие вопросы, что у меня документы выгружаются, а проводок по 70-му счету нет. Что такое? А оказывается, просто вот галочка не была поставлена в документе. Так что другого способа нет, только этими документами выгружайте. Почему программа сдвигает период отпуска даже при взятии 4 дней без содержания? Сдвигает отпускной период. Может быть, у вас там праздники попадают. Если берет человек 4 дня без содержания, и вы вводите приказ. Сейчас давайте посмотрим. Вообще, на самом деле, не должно быть, если он без содержания берет. Вот у нас отпуска. Создаем без сохранения оплаты, например. По организации сотрудника выбираем. Вот, ну сколько у нас? Нам нужно 4 дня. То есть, если он сегодня по 21-й. Вот все, мы 4 дня, и он 4 дня отражается. Надо смотреть вашу программу, почему у вас там сдвигается. Если вы начисляете отпуск оплачиваемый, то, возможно, там попали праздники какие-то. Если же неоплачиваемый отпуск, то, по идее, не должно сдвигать. Она, в принципе, все дни, которые вы укажете, те и возьмет в расчет. Отпускной период. Отпускной период. Ну, вот он, период отпуска. То есть, вы здесь все обычно выносите вручную, и программа уже подсчитывает, сколько это дней. Если вы введете там вот столько-то дней до 31-го года, она посчитала, что на 14 дней он берет. То есть, это автоматически рассчитывается. Дальше. Скажите, пожалуйста, как лучше свернуть расчеты по 69.1 по начисленным взносам и выплаченным пособиям в бухгалтерии. Если у вас в бухгалтерии развернутая сальда, там у нас виды начислений, да. Либо сделайте, если оно у вас давно висит, вы можете сделать текущим периодом справку, операцию вручную и просто перевесить. То есть, у вас, например, там вид платежей висит налог взноса начислено, и другой вид платежей – это там пособие за счет ФСС, да, и оно развернутое. Вот я правильно понимаю, что вы именно про это спрашиваете. Сделайте просто справку и зачтите. То есть, если вы решили зачесть. Ну, да, так увеличатся обороты, чтобы обороты не суммировались. То есть, ну, обороты действительно увеличатся. Но, с другой стороны, ведь если вы сделаете оборотку только в разрезе оборотов по виду начисления налог взноса уплачено, то у вас, по идее, все будет правильно. То есть, у вас начислено, и вот этот зачет, пособие за счет ФСС, он будет у вас в зачет, как бы, как бы, если бы вы его заплатили ФСС. Вот, а общие обороты, ну, они так и так у вас увеличатся, если вы будете зачитывать. Даже если вы будете списывать или как-то еще. Если есть возможность тот период, когда было это начисление вернуться, да, то можно отредактировать там, тогда обороты не увеличатся. Ну, если да, если 31-е, 12-е, 20-е, конечно, если отчетность дана, то лучше уже не открывать период. Но если критично, вот прямо, чтобы обороты не увеличивались, то можно, в принципе, сделать. Ну, смотрите, опять же, чтобы у вас не поехали данные по отчетности. Потому что бывает такое, что вроде как, ну, вот мы делаем, да, если мы откроем период и сделаем эту корректировку вида начислений, да, поставим там налог взнос и уплачено, то, ну, по идее, на отчетность у нас не повлияет. Ну, может быть, только что на баланс. Но бывает такое, что открывается период и едет вообще что-то другое. Какие-то взаиморасчеты там с контрагентами поехали и поменялся НДС. То есть бывает такое, ну, смотрите, посмотрите, чтобы у вас не поехала отчетность по другим налогам. Так, какие еще вопросы? Пишите, задавайте. В принципе, я ответила на все вопросы в чате. В принципе, если вопросов больше нету, то спасибо вам за то, что вы сегодня присутствовали. Надеюсь, что было полезно и интересно. А, вам НДФЛ нужно поправить. Это 68 получается, да. Да, если вам НДФЛ нужно именно исправить, может быть, там у вас какой-то... А, это второй вопрос. Второй вопрос. Есть поправить НДФЛ. А что у вас с НДФЛом не так? То есть тоже развернутая сальда по НДФЛ. А, если у вас по НДФЛ какие-то ошибки в регистре и, соответственно, отчет по 6 НДФЛ, 2 НДФЛ неправильно заполняется, то да, можете поправить операции. Сейчас вам покажу. Если это бухгалтерия, если это бухгалтерия, то в операцию просто добавьте регистр, тот, который вам нужно поправить. Вот у нас бухгалтерия. Вы выбираете операции. Операции, введенную вручную, создаете. И вот здесь нажимаете «Еще» и выбираете «Выбор регистров». И вот здесь вот вы можете выбрать регистр. Ой. Ну, НДФЛ. Например, там, не знаю, НДФЛ какой-нибудь к перечислению. Ну, что-то еще. То есть если у вас где-то вы видите, да, что у вас ошибка именно в этом регистре, вы можете прямо вот здесь вот добавить, все поправить. На вот этой вкладке. А на вкладке «Бухгалтерский налоговый учет» ничего не делать. У вас тогда по бухгалтерскому учету проводкам ничего не будет. То есть если у вас проводки... Это вот, кстати, к вопросу также по исправлению. Да, вот спасибо, что напомнили. К вопросу по исправлению. Если у вас в бухгалтерском учете по 70-му счету нет остатка, а в расчетной ведомости у вас остаток, то вы можете поправить вот таким способом. То есть здесь в операции и перепровести ведомость у вас нет уже никакой возможности. Там 2017 года, не знаю, тянется. Соответственно, можно вот так операции поправить. Выбрать регистр там какой-нибудь взаиморасчеты с сотрудниками. Вот. И добавить в него эту выплату. То есть можете сделать это с помощью операции, введенной вручную. Пример с выплатой. Соответственно, добавляете сюда, да, у вас будет расход. Вы выбираете физическое лицо. Выбираете статью расходов. Ну, это у меня здесь, да, то есть, если у вас это есть в программе. Выбираете сотрудника. Подразделение, если оно у вас есть. Вид дохода. Если это были какие-то старые периоды, в которых еще до 1 июля, если не ошибаюсь, да, ну, до 20-го года, то есть те периоды, когда еще не было видов дохода, то оставляете пустын это поле, чтобы у вас схлопнулось все. Потому что если вы здесь выберете вид дохода, да, доходы, то там начисление было без вида дохода, то у вас пойдет опять развернутая сальта. Соответственно, выбираете. Сумма взаиморасчетов представляется. Какой вам нужно выплатить? Вид взаиморасчетов, что вы недовыплатили, да, то есть зарплата, например, выплаты зарплаты. Вот. И группа начисления и удержания. Ну, здесь обычно представляется там выплачено, например. То есть просто ставите выплачено. По выплате что еще можно поставить? Выплачено по месяцам расчета. Ну, выплачено, да, можете поставить выплачено. Все, вот вы после этого организация. После этого вы записываете этот документ. Все, у вас пошла запись по этому регистру. То есть вот, например, вот так сделайте. Угу. Вот. Что еще? По НДФЛ. По НДФЛ у нас есть... Вот еще, кстати, различие, различие бухгалтерии предприятия от ЗУПа. То, что здесь есть отдельные документы по НДФЛ. Все документы по НДФЛ, в принципе, вы здесь можете зарегистрировать вот эту операцию учета по НДФЛ. Но она регистрируется в случае, если вы выплачиваете доходы по договорам... Да, по договорам ГПХ выплачиваете. Либо вы выплачиваете доходы по дивидендам, либо доходы по займам, например. Там, по процентам по займам. То есть какие-то доходы, когда вы плачиваете сотрудникам. Тогда вы не сотрудникам, даже вообще в принципе людям. Если, например, у вас человек выдал займ, он не является ни сотрудником, ни учредителем, ни кем. Вы ему выплачиваете процент. С этих процентов платите НДФЛ, вы их регистрируете операцией учета НДФЛ. То есть эти операции не используются для того, чтобы корректировать ошибки в регистрах. Здесь они используются именно для того, чтобы регистрировать облагаемые НДФЛ доходы. По дивидендам, да. По дивидендам вы делаете операцию учета НДФЛ. Так вот, в разделе «Все документы по НДФЛ», раздел «Зарплаты и кадры». Это в случае, если у вас нету ЗУПа. Если у вас есть зарплата управления персоналом отдельно, да, программа, и вы выгружаете всю зарплату из нее, то лучше сделайте это в ЗУПе. Там прямо есть отдельный инструмент для того, чтобы зарегистрировать дивиденды. Там все это есть. Если у вас учет зарплаты ведется здесь же в бухгалтерии предприятия, то создаете как раз вот документ «Операция учета НДФЛ». Выбираете здесь человека. Но видите, его здесь тоже как сотрудника нужно зарегистрировать. То есть такое немножко будет кривовато, так скажем. Выбираете здесь доходы, какие? Код вида дохода НДФЛ. Вот точнее, код вида дохода дивиденды. Заполняете этот документ. По стандартным вычетам. По стандартным вычетам, в принципе, можно один раз документ ввести. Вот вы вводите заявление на вычеты. Если вы его ввели, то есть вот вы здесь вводите месяц. Это что в бухгалтерии, что в ЗУПе, что в комплексной, что в ЕРП. Там принцип одинаковый. Вводите месяц, с какого он предоставляете. И вот здесь вы просто можете заполнить месяц, когда ребенку исполнится 18. Вот. То есть у вас, например, там, не знаю, в 28 году ему будет 18. Выбирайте декабрь 28. И все. И вам не нужно тогда вводить эти заявления каждый год. Они у вас будут автоматически применяться до этого месяца. Если вопросов больше нет, то будем тогда заканчивать. Спасибо большое за присутствие вам, за выделенное время. Запись будет позже. Все. Спасибо. И всего доброго. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok